Мы были готовы, у нас разработан план на такие случаи. Последствия снегопада. Самолеты не летают, машины врезаются, дороги чистят. Коклюш захватывает Бурятию. Ждать ли нам эпидемию? Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль. Дорогой шоколад, повышение пенсии и штрафы за резину. Изменения в жизни россиян с 1 декабря. Главное за день. Неизвестный преследовал школьницу в Улан-Удэ. Там хоть чай, если ты. Есть призы. Подарки в студию. Почти новогодний Улан-Удэ лайф с Мариам Восконян. Первый день зимы отметился обильным снегопадом. Он начался вчера в 10 вечера и продолжался до 4 утра. Здравствуйте. Вы смотрите новости на АТВ. В студии нам жил Коновалов. Пассажиры одного из рейсов несколько часов просидели в самолете. Перевалы завалены снегом, а в Улан-Удэ трактор столкнулся с автобусом. Мы сейчас позвонили в аэропорт. Аэропорт говорит о том, что все было предоставлено. Объединительная обработка была несколько часов. Пассажиры рейса Улан-Удэ-Новосибирск несколько часов не могли улететь из-за ливневого снегопада. Изначально вылет должен был быть вчера в 10.55 вечера. Его несколько раз переносили, после людей запустили в самолет. В нем они просидели более 4 часов. Это решение экипажа. То есть мы когда проводим любые действия, все согласовывается с авиакомпанией. Была надежда, что мы все-таки сможем улучшиться метеоусловием. Поэтому пассажиров какое-то время держали в салоне. В конечном итоге потом мы высаживали пассажиров. Также из-за снегопада отложили вылет экипажа еще трех авиакомпаний. На 12 утра все самолеты покинули воздушную гавань Бурятии. Аэропорт работает в штатном режиме. Перевалы Мандрик и Пыхта завалило снегом. По данным районной вайбергруппы на месте работает спецтехника. Грейдеры и комбинированные дорожные машины. Также дорогу чистят в сторону села Горячинск. В ГИБДД рекомендуют автомобилистам следить за скоростным режимом, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. В Олан-Удэ на очистку улиц от снегопада впервые направили всю технику КБУ. Сергей Гашев отчитался об устранении последствий снегопада. Раньше машины отправляли в две смены. С этого года водителям комбината помогают сотрудники горлесхоза, водоканала и других подведомственных служб. Они меняют их в дневную смену. Мы были готовы, у нас разработан план на такие случаи. Прогнозов снега не было. Тем не менее, прекратился он только что. Сейчас время 4 утра. На линии сейчас 28 единиц техники. Техника вся вышла. Работы по очистке улиц продолжаются. Заявку на подсыпку дорог и уборку снега можно оставить по телефону диспетчерской службы комбината. Некоторые водители КБУ слишком увлеклись работой и забыли про ПДД. На Саянах трактор комбината столкнулся с муниципальным автобусом. От удара погнулся снегоочистительный ковш. Пострадавших нет. Еще несколько аварий произошло утром. В 9 часов на Селингинском мосту образовалась пробка. Одна из машин встала на аварийку. Движение открыли в 9.50. Через 10 минут на Авиадуке в сторону центра столкнулись 77 маршрут и легковой автомобиль. Затора не было. Участники ДТП вызвали аварийных комиссаров. В Бурятии участились случаи заражения коклюшем. Болезнь зарегистрировали уже в трех районах республики. Как у детей, так и у взрослых. Чем опасны инфекции и грозит ли нам эпидемия, расскажет Алтана Мункуева. Сухой изнуряющий кашель, переходящий в приступ, затрудненное дыхание, отечность лица. Бегом в больницу. Ведь это основные симптомы коклюша. За последние несколько недель случаев заражения в республике становится только больше. Ждет ли нас эпидемия, как себя обезопасить и чем лечиться. Сейчас все по порядку. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость этим недугом в 2023 выросла в 20 раз по сравнению с прошлыми годами. Больше половины зараженных – дети. В начале ноября из-за заразы два младенца попали в реанимацию. Один из них был на искусственной вентиляции легких. Спустя пару недель вспышка инфекции произошла в одной из школ Курумканского района. Трое попали в больницу. Столько же на амбулаторном лечении. Среди них двое взрослых. Еще через пару дней единичные случаи заболевания выявили в Джидинском и Яравненском районах. Знаете ли вы, что такое коклюш? Нет, даже не знаю. К сожалению, нет. Не знаю. Это детская болезнь. Вы никогда не ставили вакцину от нее? Нет еще. Мы в советское время же, там обезаловка была, поликлику раз, все прививки. Каждый родитель может поставить, а может и не поставить своему ребенку. Да, коклюшем зачастую страдают младенцы, поэтому в народе и называют детской болезнью. Это острая бактериальная инфекция дыхательных путей. Кашель может мучить больного до 100 дней. Зараза передается от человека. Он может быть больным, либо неподозревающим носителем. Врожденного иммунитета к болезни нет, поэтому с трех месяцев после рождения ребенку ставят вакцину. За текущий период 2023 года зарегистрировано 72 случая коклюша. Из них 57 детей и только 15 взрослых. Вакцинация снижает риск заражения коклюшем до минимума. Даже если ребенок все-таки заболеет, протекание болезни будет значительно легче и без осложнений. К специфическим осложнениям относятся развитие пневмонии, это может быть разрыв легкого, кровоизлияние головной мозга. Самоизоляция при коклюшем должна быть 25 дней. При единичных заносах заболевания в организованные детские коллективы проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится медицинский осмотр, устанавливается наблюдение за контактными, их лабораторное обследование. В качестве профилактики взрослым рекомендуют ставить соответствующую вакцину каждые 10 лет. Алтана Мункуева, Александр Семенов, телекомпания АТВ. В России подорожают билеты на поезд, но при этом вырастут пенсии. С 1 декабря в нашей стране вступят в силу новые законы и поправки. О главных изменениях расскажет Алина Котова. Путешествия на поездах дальнего следования станут для россиян дороже. Почти на 11% повысится цена билетов плацкарты в общие вагоны. Следом неприятная новость и для сладкоежек. Шоколад подорожает на 16%. Об этом объявили в одном из крупнейших кондитерских холдингов России. Существенное подорожание объясняют прежде всего неурожаем какао-бобов. С 1 декабря автомобилистам нельзя ездить зимой на летней резине. Этот пункт в сентябре появился в перечне неисправностей авто. Нарушение должно караться штрафом в 500 рублей. Накануне информацию прокомментировал глава ГИБДД России. Сотрудники госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свое, свой автомобиль. По многим регионам у нас вообще зимней скользкости и выпадания снега нет. И там контроль, соответственно, вообще нет необходимости. Однако не стоит расслабляться. Если сотрудники остановят вас и все-таки выпишут штраф за несезонные шины, это будет в рамках закона. Сразу две пенсии получат российские пенсионеры в декабре. За этот месяц и за январь. Все потому, что в новогодние праздники госучреждения работать не будут. При этом выплата за январь будет повышенной. С начала следующего года страховые пенсии проиндексируют на 7,5%. Пенсии увеличатся и у тех, кому за 80. Фиксированная выплата умножится на 2. С 7,5 тысяч рублей до 15. 50 тысяч рублей. Такую единоразовую выплату получат блокадники. Важное условие. У гражданина должна быть медаль за оборону Ленинграда. Или знак жителю блокадного Ленинграда. Указ официально вступил в силу в первый день зимы. Его приурочили к 80-летнему юбилею полного освобождения города на Неве от фашистской блокады. Долгожданные выходные дни начнутся 30 декабря и продлятся 10 дней. До 8 января включительно. Ситуация с бруцеллезом в Бурятии стабилизировалась. Напомним, с начала года в Жидинском районе выявили 4 очага инфекции. Сейчас они под контролем специалистов. В неблагополучных хозяйствах ввели ограничения. Запретили выпас скота, ввоз или вывоз мяса и молока. Больных животных подвергли эвтаназии, а контактных изолировали. Ограничительные мероприятия распространяются только на территории личных подсобных хозяйств, неблагополучных по бруцеллезу. Территория Джидинского района на сегодняшний день считается благополучной. Вывоз мяса и мясопродуктов с территории Джидинского района за исключением неблагополучных хозяйств разрешено. Основная версия вспышек бруцеллеза – незаконный ввоз животных. Одну такую попытку пресекли в середине ноября. Мужчина на фуре пытался перевезти 31 корову. Сейчас в районе продолжаются профилактические рейды. У преследователей детей в Улан-Удэ. Об ужесточении запрета телефонов для школьников и других заметных событиях суток узнаете в рубрике «Главное за день». В Улан-Удэ неизвестный преследовал школьницу. Об этом сообщили в одном из телеграм-каналов. Все случилось в районе батарейки. Девочка вышла из магазина и заметила – за ней идет странный высокий мужчина. Он не отставал от школьницы, а позже и вовсе побежал за ней. К счастью, ей удалось скрыться. В соцсетях нашли фотографию предполагаемого мужчины. Полиция проводит проверку. Поступило сообщение от местной жительницы о том, что днем ранее неизвестный на улице преследовал ее 13-летнюю дочь. Приметы гражданина установлены. Однако признаки состава административного правонарушения или преступления в его действиях отсутствуют. Удивительно, что такое сходит с рук. Однако второй подобный случай не заставил себя долго ждать. Накануне уже другая девочка также возвращалась со школы. Незнакомец не отставал, пока ее не встретили одноклассники. Сейчас полиция устанавливает преследователя. К сводке ДТП. За сутки в Бурятии случилась 31 авария. Накануне ночью в Яравнинском районе 35-летний пьяный водитель без прав въехал в столб. Пострадали две пассажирки 36 и 38 лет. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали. На водителя составили протокол. Еще одно ДТП произошло в Улан-Удэ. 28-летний водитель Тойоты Королла сбил женщину и ее 11-летнего сына. К счастью, обошлось без серьезных травм. Сегодня утром в Улан-Удэ случился пожар. Горел магазин на улице Денисова. За полчаса 22 пожарных потушили здание и не дали огню распространиться. Никто не пострадал, причины возгорания выясняются. С ТГК-14 взыскали 2,5 миллиона рублей. Компания взяла в аренду участок в поселке Восточный под захоронение отходов. Однако никаких работ не велось. В итоге территория превратилась в свалку с залой и шлаком. Никакого ограждения здесь нет, никакой проливки нет. Для жителей это несет прямую угрозу. Ущерб ТГК-14 выплатят после того, как решение суда вступит в силу. В школах запретят использовать телефоны даже по учебе. Госдума внесла в новые поправки в закон. Напомним, проект в первом чтении приняли в ноябре. Тогда разрешалось использовать телефоны только в образовательных целях и в случае ЧАЭС. Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Пункт об использовании в случае угрозы жизни и здоровья оставили. Решение по поправкам примут уже в понедельник. Это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. Там хоть чай, если ты. Там есть призы. Подарки в студию. Почти новогодний Улан-Удэ-Лайф с Мариам Басканян. До 31 декабря покупайте в Абсолюте продукты брендов «Нури» и «Жокей» и выигрывайте сертификаты на ремонт. Сочные фрукты в Абсолюте. Виноград всего 138 рублей за килограмм. Абсолют. Гарант низких цен. Более 600 бездомных в год. Столько человек принимает Улан-Удэнский центр социальной адаптации «Шанс». Напомним, 4 года назад для учреждения приобрели новое здание. Раньше там насчитывалось всего 45 койко-мест. После расширения их стало 64. В центре адаптации бездомные могут проживать, восстановить документы, получить юридическую и медицинскую помощь, содействие в поиске работы, а также с пользой проводить досуг. Ранее я проживал с родственниками, но после пожара оказался в «Шансе». Так сложилась судьба, но я не унываю и благодарен государству, что так поддержали в моей сложной ситуации. Два просторных холла для свободного времяпровождения. Кухни-столовые, библиотека. Все жилые комнаты благоустроены, в каждый есть санузел. Также на территории центра имеются места для отдыха и занятий спортом. За последние пять лет «Шансе» оказали помощь более трем тысячам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В случае, если гражданин признается нуждающимся в постороннем уходе, то оформляется направление в интернат для пожилых и инвалидов. За помощью «Шанс» можно обратиться по номеру телефона, который вы видите на экране. 8 301 243 58 32. Или по адресу улица Бабушкина, 183 Г. Профессионал своего дела. Ответственный за производство и десятки людей. Так можно описать начальника цеха на любом заводе. Дорасти до руководителя мечтает, пожалуй, каждый рядовой мастер. Однако получается это у самых упорных и преданных своему предприятию работников. Мы решили узнать, каково быть начальником цеха на одном из крупнейших заводов Бурятии. Улан-Удэ Стальмост. Я начальник цеха подготовки. Начальник цеха обработки. Я начальник кузнечно-механического цеха. Я начальник цеха сборно-сплавочного производства. Наша цех подготовка – самое начало нашего завода. Мы принимаем металл, его раскраиваем. К нам поступает металл. Мы его здесь дорабатываем, сверлим, фрезеруем, делаем различные разделки. Здесь происходит покраска мостовых и строительной конструкции. То есть в среднем три слоя разными красками. Потому что завод дает гарантию около 50 лет. Наш цех изготавливает высокопрочные метизы. Это болты, гайки, шайбы. Нам заезжает полупабрикат. Собираем, варим блоки, плиты. Работаю на заводе с 1987 года. Пришел я сюда по распределению, после окончания Восточно-Сибирского технологического института. Мастером вот в этот цех прямо. Я пришел сюда в 2010 году. Устроился учеником электросварщика. В 17 лет я работала в этом цехе начальником участка нулевого пролета по приемке металла. За все надо отвечать. И по технике безопасности, и за людей, и за всех. И за объем производства. Ставим задачи на сегодняшний день. Какие, что надо здесь. Здесь срочно изготовить, срочно что завести на сборо-сварочное производство. Когда я прихожу утром, в первую очередь я отхожу цех и проверяю, как отработала ночная смена. У нас работа очень, можно сказать, интересная, творческая. Потому что постоянно мы планируем, постоянно нужно, везде нужно найти выходы. Даже домой вот ушел с работы, и все равно обдумываешь. Даже иногда что-то носит, вот это не доделал, это надо сделать. Уже не знаешь, куда идти уже здесь, в свое место, здесь второй дом. 60% коллектива уходило, но все возвращаются. То есть все равно, значит, тянется, да. Вчера из отпуска вернулась наш корреспондент Мария Масканян. Она привезла с собой не только подарки, но и новогоднее настроение. И, конечно, успела поделиться с нашими горожанами. Смотрите свежий, почти новогодний выпуск «Улану Дэ Лайф». Всем привет. До Нового года остался всего лишь месяц. И то самое настроение, вы понимаете, о чем я? Да, именно об этом. Оно уже чувствуется. А это означает, что пора дарить подарки. Специально для наших горожан телеканала ТВ и радио М7 подготовили несколько сувенирщиков. И сегодня мы все это будем дарить. У меня есть вот такая шапочка от ТВ. Здесь у меня есть различные задания, есть вопросы, а есть подарки. Что вытяните, то и ваше. Готовы? Готов. Давайте. Нужно вытяните. Все, вытяните. Кружка АТВ. Вау! А вы вообще везунчик, да? Часто вам везет? Не очень. Не очень? Ну, вообще, как думаете, кружка – это ценный подарок? Конечно. Конечно же. Кружка АТВ! Мы вас поздравляем. Ой, спасибо большое. На что бы вы потратили миллион рублей? Прямо сейчас? Да, вот вы выиграли миллион. У нас вот здесь есть миллион, да, мы вам подарим. Как? АТВ? Да. АТВ – банк, да? Нет, АТБ – это банк, а мы АТВ. Альтернативное телевидение. Вот с одной стороны как-то мало, да? Для того, чтобы бизнесы открывать, квартиры покупать. Но с другой стороны – миллион. Звучит-то как? Можно новогоднее путешествие выехать. Куда? Таиланд, по-моему. Таиланд. Круто. Тепло, чтобы было. Так, что это? Минута славы. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная зеленая была. Все, молодец. Иди сюда. Я тебе подарю подарочек. Подарок. Кружка ММСМ. ММСМ. Раз так, то, конечно же, мы вам дарим кружку ММСМ. Уху. Можно? Да. Видите, как все просто? Я вам сейчас покажу. Да, вот такая классная кружечка. Вам. Минута славы. Допустим, знаете, какой у меня талант? Все люди делают так. А я умею делать так. Почти. Это мой талант. Это не ваш талант. Перепешку. Все. Это даже не минута. Подарок, планер. Круто. Круто. С этой стороны ММСМ. С этой стороны АТВ. Давайте что-нибудь пожелаем нашим телезрителям на предстоящий Новый год. Я понимаю, что еще месяц остался, но у меня настроение новогоднее. Заранее. Смотрите АТВ. Будьте с нами. Передаю привет всем, кто меня узнал. Все. Ну, теперь вас будет больше людей знать. А как вас зовут? Александр. Александр. Нам сегодня везет на Александра. Ну и главное, получить удовольствие от Нового года, от праздника. И подарить его самое главное детям. Круто. Спасибо. Я считаю, это лучшее окончание сюжета. Поэтому, друзья, если вам понравилась эта рубрика, пишите об этом в комментариях. А с вами была Мария Амба Сканян, Сарюна Нанзатова, телекомпания АТВ. Все. Все. Вы снимаете, мы платим. АТВ продолжает раздавать деньги за видео, которые присылаете в нашу редакцию вы, наши зрители. Кирилл Мешков собрал лучшие фото и видео от наших тайных корреспондентов, горожан. Друзья, всем привет. На связи Кирилл Мешков и это рубрика АТВ пишет. Перед началом напомню правила игры. АТВ каждую неделю раздает деньги за лучшие фото и видео от наших зрителей. Первое место – полторы тысячи рублей. Второе, третье – тысяча и пятьсот, соответственно. Погнали. Начнем с бронзы. Мы часто снимаем сюжеты об опасных местах на дорогах. Накаты, гололедицы и так далее. Все это время мы винили дорожников. Но, как оказалось, иногда их подставляют. На видео один из дворников безмятежно перекидывает снег на только что подсыпанную песком дорогу. Такие дела. Автор этого видео получает от нас пятьсот рублей. Следующий победитель – автор целых двух роликов. Автолюбитель пожаловался на пешеходов, которые буквально выпрыгивают на проезжую часть. В комментариях волна негодования от автомобилистов. И тридцать пять тысяч просмотров. Автор забирает тысячу рублей. Победное золотое место забирает автор этой фотографии. Слабонервных и мнительных мы просим отодвинуться от экрана. Лягушка в банке консервированных огурчиков. Рецепт хрустящей закуски в интернете уже прозвали французским перекусом. Или консервами деликатесными. Шутки шутками, а на лягушку жалко. Автор этой фотографии забирает полторы тысячи рублей. Отправляйте к нам в редакцию свои ролики. На следующей неделе деньги можете забрать вы, Кирилл Мешков. А ТВ пишет. Всем удачных выходных. Увидимся в эфире и в наших соцсетях. Кстати, подписывайтесь. На этом у меня все. Еще больше новостей в соцсетях АТВ. Ставьте лайки в нашем YouTube-канале, подписывайтесь на страницу ВКонтакте и переходите в телеграм-канал по QR-коду на экране. С вами был нам Жил Коновалов. До встречи в эфире и хороших выходных. Акция «Один плюс один в Абсолюте». Купи две упаковки «Буз» традиционных по цене одной. Абсолют. Гарант низких цен. Вкусная рыбка в Абсолюте. Сельдь от сибирского застолья. Всего за 89 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Вашему ребенку нужны очки? В оптике СССР большой выбор оправ, в которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и веселые для любознательных и активных детей. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю оптику СССР! В Улан-Удэ Стальмоз требуется электросварщик, термист, резьбонарейщик, слесарь-электрик по ремонту оборудования, машинист мостового крана, станочник широкого профиля, наладчик оборудования, слесарь-ремонтник, мастер цеха, машинист компрессионных установок, инженер-конструктор, технолог, менеджер коммерческого отдела, юрист, контролер АТК. Телефон 505-505, добавочный 105, отдел кадров. 8-991-426-87-19. Стань частью нашей команды! Телефон 505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-505-50